Я приглашаю Попова Зоя Ивановна, кандидат фармацевтических наук, доцент капитал химии РДУ в городе Рязань, генеалогические источники в архивных библиотеках и музеях при написании книги «Очень дом Елатьме». В каждой семье есть какие-то загадки, какие-то истории. И вот в нашей семье это была история моей прабабушки Поповой Марии Андреевны. Она жила в Елатьме, вот к вам Касимову добавление сегодняшнее. Жила в Елатьме, и она урождённая в Кельдишево. Отец её был Кельдишев Андрей Александрович, а мать Мансырова Александра Павловна. Они православные. Нет, они православные, они из Золотой Орды. Так, я вам скажу, я из Золотой Орды, в общем, в какой-то степени. Но они приняли православие, они охраняли вот этот край военный, и им дали за это, пересвоили звание князья. Они получили вот это вот княжеское такое наименование. Она вышла замуж за Попова Ивана Павловича. Он был почётным потомственным гражданином. Вот очень богатый купец, но за то, что была очень активная торговая, ну вообще общая деятельность, вот за это они подали петицию в соответствующий отдел и получил, присвоено было звание почётного потомственного гражданина. В 1900 году он умирает, и Марья Андреевна становится хозяйкой всего этого дела. Но почему Марья Андреевна не просто вот потому, что она богатая, почему вот заинтересовала вот её историей? Потому что отец имел неприятности. Ему при каждом удобном случае напоминали, что у него бабушка была вот такой, и ей приписали, что она организовала восстание в Елатьме. Вот, понимаете, она организовала. Потом, значит, были слухи, что она уехала из Елатьмы и продолжала собирать отряды в Москве. Мы с сестрой думаем, ну какая у нас бабушка примечательная, надо о ней побольше узнать. Вот, но заинтересовались мы это уже после смерти отца. А отец историк был, доктор исторических наук, завкафедрой истории в Рязанском государственном университете. Вот, и, значит, он исследовал, ну, различные исторические проблемы. Но эта тема была, вот он, единственное, комсомолу его не принимали, в партию его долго не принимали. Уже только, когда было где-то в 57-м году, его только приняли в партию. А так, уже выступил в 57-м году один на собрании, говорит, сколько же можно вспоминать бабушку, если Ивану Павловичу было два года, когда он, вот эти события, он в 15-м году родился. Говорит, какое он имеет отношение ко всему этому было, когда он остался сиротой. Отец умер от воспаления легких. Вот, ну, и история тут, конечно, очень печальная. Отец перед смертью хотел посетить Елатьму, но он учился в Елатомской школе. Но в 16 лет ребяту, группу ребят, организовали, послали учителями, поднимая, против, ну, учить детей в Шиловский район. Его таким образом спасло от дальнейших репрессий, потому что всех остальных родственников, кто остался в Елатьме, они все погибли в тюрьме. Вот, значит, вот такая история. Затем мы... И вот он хотел перед смертью, говорит, надо съездить в Елатьму, навестить могилы. Но мы так... Он чувствовал себя неважно, и поездка эта не состоялась. В 96-м году он умер, но у меня в голове вот это засело, что надо посетить Елатьму, потому что от бабушки и ее брата я слышала очень много интересных историй, они очень любили Елатьму. Вот, и как-то они все время Елатьму это вспоминали. Вот, и мы с сестрой поехали туда, в Елатьму. Вот, оказывается, к нашему удивлению, Марью Андреевну помнили, вот, и очень хорошо о ней отзывались. Но о смерти ее было много небылиц. Мы от отца знали, что она умерла в ЧК в Петрограде, тогда уже Ленинград был, но подробностей нам было неизвестно. Мы даже не знали, в каком году точно она умерла. То есть мы вот, эта информация была в отце, а в дальнейшем, в общем-то, ну как, эта тема была закрытая для дома. Мы даже не знали родственников отца. Понимаете? Вот кто там, чего, как. Ну и мы как-то сидим с сестрой. По-моему, мы в Москве были. Она в Москве живет. Она врач. Мы все пошли. Вот отец всегда рассказывал, я рос сиротой, и я все добился сам в жизни. И поэтому брат пошел в радиоинститут, стал радиоинженером, сейчас он профессор в радиоинституте. Я окончила химический факультет. Сестра медицину. И работает вот в Москве врачом. Она сидим, говорит, а что, говорит, мы все мучаемся, Марья Андреевна, Марья Андреевна. А давай, говорит, все узнаем доподлинно из документов, что мы слухи там какие-то собираем. Давай напишем письмо ФСБ Петербург. Вот. Ну, она каким-то образом узнала, какие нужны документы. Ей сообщили, что нужны документы, подтверждающие родство. Ну, здесь я уже пошла в Рязанский архив, взяла ее метрику, Марья Андреевна, сына нашего дедушки, Павла Ивановича Попова, вот, отца, ну, в этом доме у меня было свидетельство о рождении, и потом сестра. Своё свидетельство о рождении, копию паспорта. Всё послали в ФСБ. Ей приходит полный, она запрос написала, что ей надо, что нужно протокол, вот она была арестована, вот каковы причины, то всё. Ей присылают копию, копию вот этого ареста, всех документов. Вот такая пачка. Вот. Причём всё это бесплатно. ФСБ, вот единственное, с кем мы работали, с архивами, ФСБ присылали всё бесплатно. Но документа, кто на неё написал донос, там не было ничего, этого документа не было. Потом, позднее, мы туда ездили, там такая процедура есть, можно встретиться с сотрудником ФСБ. И нам дали справку о реабилитации, Марья Андреевна. В 2001 году её только реабилитировали. То есть отец уже умер, как пять лет, через пять лет после смерти отца. Вот. Ну и получили эту справку. Я спросила, а кто написал донос? Мы, говорит, вам этого сказать не можем. Вот видите, вот предыдущий выступающий сказал, что ей дали, приложили протоколы этой документы. Нам, вот мне ответили, мы не можем вам это дать. Но, понимаете, вот есть очень хороший сайт Елатьма. Вот если вы интересуетесь, заказим, вот откройте сайт Елатьмы, и там вот про Марью Андреевну пишут, что она организовала отряды, она содержала эти отряды, и она, значит, организовала это восстание в 17-м, в конце 17-го года в Елатьме. Вот. А на какие она средства могла его организовывать, когда у нее было все национализировано, она была нищей, так же, как все остальные. Вот. То есть она, там еще что-то ей приписывали, она организатор. Вот. А она женщина, имеющая семерых детей. Представляете, она родила семерых. Вот. Была очень гостеприимной хозяйкой. И хлебосольная очень. И, наверное, вот к ней ходили офицеры, которые, ну, там были вот эти собрания. Я книгу эту поместила в воспоминания дяди-отца. Он участник был этих событий, как там, чтобы все происходило. Вот. И, значит, она вот таким образом, она, в общем-то, там вот, к ней приходили офицеры, и, наверное, говорю, она привыкла всех кормить. Вот. Она, наверное, кормила. Вот. Потом, наверное, рассказывают, в Елатине, что она сбежала чуть ли не через подземный ход. А там фотографии есть от Марии Андреевны, на сайте есть. Она очень полная была женщина, с диабетом. Вот. Мы с сестрой смеялись. Говорим, ну, ты полезла в подземный ход? Да ни за что. Говорит. И я ни за что не полезла. Уехала она обычно, без чудес, без всяких. На Аллу, это было в феврале, было очень в юге, все время в южной такая зима. Вот. Уехала, просто на санях уехали они. Двое сыновей ее уехали чуть раньше. Они приехали с фронта и посмотрев всю эту обстановку, они решили, что лучше им уехать. Они уехали за границу. Мария Андреевна позже их уехала. Она, значит, скиталась по городам, в Самаре, в Москве. И потом приехала в Ленинград. А у нее там жили две дочери. Вот. Старшая дочь осталась после революции, а младшая дочь уехала за границу, в Ниццу. Вот. А муж у нее был Елаген. Вот. Фамилия очень неизвестная. Руководитель белогвардейского движения в Берлине. Он там и умер в 29-м году. Вот. Об этом там есть информация, открытая, в общем, что он умер, похоронен на кладбище Тегель. Вот. Вот такая судьба. То есть, дочь выселили, так обвинили Марью Андреевну, то, что она является социально опасной. Написали в заключении, в обвинительном заключении, что она, вот это опять повторение, то, что на сайте написано, организовывала отряды и так далее, и тому подобное. Вот. И, значит, она как социальный элемент, да, социально опасный элемент выслана из Петербурга на Урал. Вот. После этого объявления приговора она умирает. Вот. 7 мая ей объявили, то есть 11 апреля 24-го года ее арестовали. 1, 7 мая ей объявили о решении, никакого суда, конечно, ничего не было. Вот. А 11-го она умирает. Вот. 11-го сообщения о смерти. Но, так, вот, сестра моя, врач-эксперт, нам все документы представили. И вот этот протокол вскрытие подробное очень. Она, говорит, она, говорит, конечно, несколько дней была в коме. То есть 7-го числа, по 4-м, вот, по тем данным, она как врач, просто говорит, это, говорит, она была в коме. 62-го числа. 62-го. 62-го. Ну, ну, конечно, больной человек была, семерых родителей. У меня сестра врач, она говорит, ну, как, после семи родов, вот, и плюс такие потрясения, и все такое прочее. Вот. Ну, и потом параллельно шли поиски в архивах Москвы, потому что учились все, и мой дед в Московском университете, и дядя отца, и там, в общем, много родственников. И документы вот эти очень интересные из архива МГУ, очень информативные, потому что, например, в архиве даже даны, ну, там, материальные положения, это в первую очередь, и даже формуляры служебные, вот, родственников. Вот. То же самое все там прикладывались. Аттестат, аттестат, вот, Елатомский, там обязательно характеристика, очень подробно ученику давалась, и писали материальное положение, что может учиться сам, вот, поскольку он получил наследство большое, это про моего дедушку, вот, а про дядю моего отца написали, говорит, когда он учился в школе, в гимназии, он хорошо учился, он имел дотацию от города, а в университете он будет сам оплачивать свою учебу. Да. Иногда в университетских делах есть фотографии? Есть, 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 конечно, конечно. Все там есть, ну, потому что они учились-то в каком году? В пятом, они, в первую очередь, нет, но там не все, ну, в общем, я очень много материалов изучила, ну, в общем, вот так вот, историю я не могу много рассказывать, наверное, хватит, да, потому что все устали, вот, про Елатьму я вам подробнее расскажу. Фамилии ваших предков, которые вы назвали, кроме Попова, Попова понятно, на том, то есть основные были 18-летние, по фамилии понятно, а вот эти фамилии, которые вы назвали, они чисто татарские. Кельдишево, Кельдишево, татарские, это в конце 17-го, первой половины, 18-го века, тогда они дали крещение, под страхом изъятия земель, это они же служили, да, 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 я знаю, да, ну, и князей дали, князей дали, да, 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 крабрые воины, да, да, и Мансиреву, да, мать Мансирева, ну, естественно, естественно, и вот так служили, Екатерина, да, ну, Тимирязевы, Тургениевы, и ничего, ну, понятно, я это не знаю, я знаю, а, ну, там с другой стороны, вот, а с другой стороны, со стороны бабушки моей, и там дворяне идут. Вот, я вам отвечаю, что со стороны бабушки моей, вот, там дворяне были, вот, дворяне были, вот, что я еще здесь хочу сказать, я очень хочу большую благодарность выразить петербургскому архиву, вот, дважды у меня с ними было, просьба у меня два раза была, один раз, я чуть задержусь немножко в стороне, один тетя у нас, мамина сестра, жила в Ленинграде, причем с 59-го года, по-моему, была, а они обе родились в Панино, вот, ну, муж у нее военный, они в Владивостоке, ну, в общем, как всегда у военных, судьба такая, передвижная, и с 50, с какого, с 49-го года они стали жить в Ленинграде, и всю жизнь мы слышали только, что она родилась в Петербурге, я петербурженка, и вот она умирает, вот, тетя родная, бездетная, родная сестра нашей мамы, ну, что, надо вступать в наследство, открываем ее паспорт, а у нее там Панино, понимаете, а дело в том, что она жила эти годы в Панино, а мама у нее была председателем сельсовета, и она ей выписала этот паспорт, и вот она столько лет прожила в Ленинграде, вот нам, воспитанным нашим отцом, который за бумагами всегда тщательно следил, мы просто вот рты открыли удивление, ну, хорошо, сестра ее спросила, а в какой церкви тебя трясели? Вот мы пошли в архив, поехали туда, я адрес точно не помню, но нашли мы этот архив исторический, вот, и там заявку эту сделали, они тут же посмотрели, да, говорят, она есть, у них это самое сведение о цифроване, вот, справку нам выдали, вот, и потом мне просто пришлось судиться, что вот они родственники там, а почему? Потому что получилось смешно, она родилась в 14-м году, и всю жизнь она говорила, что она родилась в августе, а метрику, когда дали нам свидетельство, там оказалось, что она родилась в июле, то есть пока она родилась, потом они из Петербурга, они жили там, работали в мате, и отец. В мате стиле, в глянской библиотеке? Нет, 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 там без стиля, там без стиля, они просто все, надо перепутали на месяц. нет, нет, все в июле, просто они пока переезжали, во время войны из Петербурга вот сюда, в Панино, вот они все забыли, когда у них дочь родилась, понимаете? Ну, вообще, это очень история частая, вот я так сталкивалась по архивам, вы тоже, заплывают свои, год, да, и год даже могут напутать, вот это я уже столкнулась, потому что я много по архивам, я прокопала, как этот самый, как кровь, все это я просмотрела, вот, но потом, что еще, когда занималась поиском всех родственников, я, значит, мне дали архивы, метрики я смотрела, вот изучала метрики, и что я, ну, потом я поняла, что они, у них был приход свой, рождественская крест, церковь в Елатме, но смотрю, что же моя бабушка, почему-то я ее найти не могу, свидетельство о рождении есть, что она в Елатме, такого-то числа, то все, то родители, а это нет, опять я начинаю все церковь смотреть, она оказывается в Троицкой родила, ее крестили в Троицкой, а восприемником у нее, одним из восприемников, была Марья Андреевна, то есть будущая свекровь, вот, ну, в общем, вот я Питеру очень благодарна, что они вот эти документы дали, но пришлось мне посудиться, но на суде тоже был юмор, говорит, а почему, говорит, они не дали запрос по факсу, это до войны, девочка меня в суде спрашивает, а почему, говорит, по факсу они не дали сведения, вот почему по факсу не дали до войны сведения, понимаете, Петербург там или куда, ну, почему не дали, вот, а почему они из Петербурга не запросили факсом, бы прислали в Панина бы, понимаете, вот, Да, вот так. И второй случай был, значит, мы занимаемся, ну, в метрике отца написано, у дяди, у дедушки моего Павла Ивановича Попов, значит, родился сын Павел, родители, значит, отец потомственный почетный гражданин. Он родился в 1885 году. В архивах в Рязани ничего нету, понимаете, ничего не находим. Посылаю опять вот в Питер, да, посылаю в архив, мне все прислали, когда дали потомственного почетного гражданина, и все вот к нему данные, вот, то есть я узнала, что уже с начала 19 века Поповы были очень активными купцами, вот, они построили торговые ряды в Белатине, если кто был, такие вот, ну, они в таком стиле, характерные для этого времени. Там еще дома торговые, потом, ну, там я еще другие документы смотрела свыше, 20 домов принадлежало Попову. Вот, ну, в общем, вот эту информацию они дали, что там был вначале купцом второй гильдии, потом первой гильдии, и после этого, значит, он направил прошение и дали ему потомственного почетного гражданина, причем с перечислением членов семьи, то есть очень ценные сведения и все. И я, вот, получив вот эти вот информацию, два раза пообщавшись, я вспомнила, что была война, что все жгли, было холодно, было не знаю что, а архивы сохранились. И вот, когда я звонила, потом еще там все-то уточняла, там пришлю, не пришли, когда пришлют мне, я благодарила, я говорю вам большое спасибо за вот эту вот, за информацию, потому что я получила очень ценную информацию, тем более сохранена была вся информация, эти блокадные годы. Они говорят, да, у нас, говорят, сейчас недавно была, я потом на сайте посмотрела, конференция посвященная, вот она, как раз я вот эти документы все искала. Я говорю, я вам очень благодарна, очень благодарна, просто удивлена. Она говорит, ну, у нас, говорит, какие-то годы пропали, вот, а эти, говорит, сохранились. Ну, в общем, я долго могу рассказывать, я потом все-таки книгу написала, и, в общем-то, в архивах я много покопалась. И благодарна очень Татьяне Петровне Синельниковой, потому что, и работникам архива, потому что они меня направляли. Я из другой сферы пришла, вот, они мне направляли, какие фонды смотреть, все, все, что меня интересовало, в общем, я нашла. Вот, благодарю за внимание, я много могу еще говорить, но все уже так устали, вот, все устали уже достаточно, наверное. Спасибо. Спасибо.